Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, что же повлияет, в первую очередь, на падение американского фондового рынка, что ждать на этой неделе, ну и в целом обсудим ситуацию на рынках. Ну а перед началом я напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять в комментариях. Безусловно, сейчас самым негативным драйвером для фондовых рынков остается распространение коронавируса в ряде американских штатов мы видим количество новых случаев, но перед началом давайте посмотрим как раз на общую картину, на общую динамику и поговорим о том, что сейчас происходит в мире. На текущий момент заряжено более 10 миллионов 146 тысяч и как мы с вами видим график распространения коронавируса в пятницу показывал новый максимум 191 тысяча случаев за один день. В выходные было небольшое снижение, но здесь важно дождаться как раз публикации данной информации за будний день, потому что все равно меньше происходят тестированные именно в выходные дни. Ну а США как ключевая экономика, за которым мы безусловно следим, отрепортовала уже о огромном количестве новых случаев за последние несколько дней. Мы с вами видим новый пик, который пришелся на пятницу 26 июня 45 тысяч, то есть это рекордное значение за все время. Ну и небольшое снижение было в субботу и воскресенье. Безусловно, сейчас распространение коронавируса остается как раз главным негативным драйвером для рынков и, собственно, поэтому мы видели падение на прошлой неделе как и по S&P 500, так и по NASDAQ, так и по индексу Dow Jones 30. Соответственно, сейчас большинство штатов США сообщают о новых случаях заражения, преимущественно это южные штаты, в первую очередь это Флорида, Техас, Калифорния, Аризона, хотя по другим штатам, таким как Нью-Йорк, Нью-Джерси, здесь пока распространение оно находится на минимальной значениях, но тем не менее данная ситуация как раз может дойти и до данных штатов. Важно также отметить то, что ключевой индекс S&P 500 сейчас находится в области поддержки в районе 3009, это уровень закрытия как раз пятницы, понедельник фьючерсы открылись чуть ниже данных уровней и сейчас немного восстанавливаются, но мы чуть позже посмотрим, безусловно, график вживую и об этом поговорим. Поэтому сейчас очень важно, сможет ли индекс, в принципе, удержаться выше данных уровней, потому что то V-образное восстановление, которое мы видим, оно, безусловно, несколько затормозилось. Многие акции уходят в коррекцию, но пока это не столько касается технологичного сектора, больше компаний старых экономик проседает, но, как по мне, это может быть также дополнительной возможности купить хорошие акции по хорошей цене. Ну а теперь давайте поговорим о том, что нас ожидает к публикации на этой неделе. В понедельник выйдут данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости, данные выйдут по США, здесь ожидается прирост, предыдущее значение было минус 21%, здесь ожидается 1,3%. Во вторник будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей от СВ и также заявление председателя ФРС Джерома Паула. Но это будут все данные до конца месяца, я напомню, что месяц закрывается уже вторником, это будет последний день. Среда, 1 июля, здесь выйдут данные изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, также индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от АСМ. Мы следим достаточно пристально за этим показателем и здесь важно отметить то, что на текущем значении у нас находится в области 43, прогнозное значение 48, то есть в принципе данные показатели все еще меньше 50, а хорошим как раз является, когда он выше 50, то здесь пока мы видим все еще негатив, но по крайней мере лучше, чем было. Поэтому если данные выйдут такими же, как и ожидалось, то в принципе это будет позитивом для рынков. Если выйдут хуже, то определенная волна негатива здесь также может присутствовать. Ну и важно отметить то, что пятница в США это выходной день, день независимости, фондовые рынки будут закрыты, но собственно количество вновь созданных рабочих мест в несельском хозяйстве, именно non-farm payrolls, будут опубликованы в четверг и здесь также пока ожидаются негативные значения, то есть предыдущие значения было 2,5 миллиона плюс, ну так как открылись экономики, то есть уже стали постепенно восстанавливаться рабочие места, но прогноз здесь крайне негативный, минус 12 миллионов на текущий момент. И последнее значение, которое мы видели по данному индикатору, оно было безусловно выше, но тем не менее пока данный инструмент позитива не вселяет. Но скорее всего пока все находится в рынке, все находится в цене, если показатель выйдет таким же как ожидалось, не сильно хуже, то здесь мы вряд ли можем видеть какой-то серьезный негатив. Но вот последние данные, которые мы здесь получали было минус 20 миллионов, то есть будем предполагать, что это будет самое негативное значение, конечно, если вторая волна распространения вируса не скажется, именно на уменьшение рабочих мест, если не приведет к повторному закрытию компаний, закрытию различных сфер услуг, сфер обслуживания, что может привести в первую очередь к снижению как раз рабочих мест, то в принципе сейчас пока мы видим в данном случае восстановление, но дальше будем уже следить за данной ситуацией. Поэтому неделя фактически у нас закрывается четвергом и будем пристально следить как раз за этими данными. Ну а теперь давайте посмотрим, что сейчас происходит на рынках и мы начнем как всегда с пары евро-доллар и я также расскажу о тех сделках, которые открыл на прошлой неделе и что сейчас мы можем ожидать. На текущий момент здесь мы видим по евро продолжение восходящего тренда, то есть фактически сейчас сегодня евро закрепился выше максимума, которые были сформированы в пятницу, что нам, ну по крайней мере мне дает при посылке на то, что можно искать покупки и здесь я поставил для себя также отложенный ордер на покупку от 1.12.21 со стоп-лоссом за локальный минимум четверга и пятница и с процессориентиром роста до 1.13, 1.13 и 1.14. Соответственно здесь предпосылка остается довольно-таки простой, если все-таки движение по фондовому рынку будет позитивным, то скорее всего доллар вновь пойдет на снижение, ну и собственно здесь я ожидаю роста как раз от данной валютной пары. По текущим ценам входить не совсем интересно, то здесь вот как раз данная просадка, данное снижение могло бы привести как раз к входу в позицию, по крайней мере по тем ценам, которые комфортны. По британской валюте здесь пока мы находимся еще в нисходящем тренде, обновили локальные минимумы за июнь и сейчас пока пара торгуется все еще в общем восходящем тренде, поэтому здесь покупки остаются в приоритете. Но с текущих уровней покупать смысла нет, так как пока здесь сохраняется движение нисходящее, покупки здесь будут возможны, если цена сможет закрепиться выше максимумов пятницы, что даст уже зеленый свет как раз нам на покупки по данному инструменту. По паре американский доллар, канадский доллар здесь общее движение сохраняется нисходящим, пока уже локально здесь мы видим рост. Тенденция на часовом таймфрейме сохраняется восходящее, здесь я для себя возможности продаж тоже буду рассматривать, но после того, как цена сможет закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели в пятницу по 1.3628, после этого уже будет зеленый свет как раз на продаже по основному тренду. То есть сейчас как раз основной вопрос, сможет ли фондовый рынок удержаться на тех уровнях, куда смогли забраться после начала как раз пандемии, ну и того падения на фондовом рынке, который мы видели. По паре американский доллар, японская иена, пока здесь мы находимся в фазе нисходящего движения, то есть общая динамика здесь я бы назвал ее боковой, но локально мы вновь перешли в фазу снижения по данному инструменту и сейчас я нахожусь здесь в продажах, продажи я открывал в пятницу, стоп-лосс у меня находится за максимум 25 июня и цели по данному движению это еще одно снижение в область 106.20, 106.07, на текущий момент мы пока торгуемся вблизи точки для входа, сейчас даже немножко в негативную зону зашли, соответственно подтверждением данного сценария будет уход ниже минимума в пятнице, после этого я буду понимать, что вероятность снижения здесь будет более возможной, сегодня немного обновили локальный максимум, но пока выше этих уровней не ушли, соответственно если цена все-таки двинется выше максимальное значение конца прошлой недели, то вероятно здесь будет уже вновь еще одна волна роста американского доллара и падения соответственно фондового рынка, то есть сейчас я пока стою в моих позициях за позитив на фондовом рынке, что соответственно приведет к падению американского доллара, то есть ну собственно как мы это и видели ранее. По паре австралийский доллар, американский доллар, здесь у нас последние несколько торговых сессий небольшой боковик, общий тренд пока здесь сохраняется восходящий, но с точки зрения часового таймфрейма пока здесь точек для входа на покупку не было, то есть даже и с точки зрения часового таймфрейма у нас сохраняется тренд нисходящий, если цена сможет закрепиться выше максимум в пятницу, то тогда уже зеленый цвет на покупке здесь появится, а вот по новозеландцу здесь уже этот зеленый цвет появился на прошлой неделе и собственно покупки здесь я тоже открыл, соответственно здесь общий тренд также сохраняется восходящим, мы находимся в области поддержки на 64.06, в принципе довольно-таки комфортная опять же цена для входа на продолжение тренда. Ну и если посмотреть локально, то в пятницу мы закрепились выше максимум четверга, входила здесь на коррекции по 64.22, стоп-лосс у меня стоит за минимум 25 июня, но сейчас пока торгуемся в позитивной зоне, но все-таки большим позитивом для данной позиции будет уход выше максимумов пятницы, что также даст дополнительным подтверждением сохранение данного сценария. А золото у нас корректируется от локальных максимумов, сегодня мы торгуемся выше пятницы, но пока ниже 24 июня, пока цена торговли 1768 долларов за тройскую унцу и пока здесь небольшая коррекция у нас с открытия формируется, но общий тренд здесь сохраняется все-таки пока восходящий. Ну а теперь по фондовым индексам, фондовые индексы находятся безусловно под давлением и как европейские, так и американские, но пока общий тренд здесь все-таки также сохраняется восходящий. И DAX, и S&P находятся сейчас в области поддержки. По DAX я бы отметил здесь уровень 11837, и здесь вот мы торгуемся вблизи данной области. Если брать чуть ближе, то фактически здесь мы видим попытки роста с открытия. Да, мы открылись чуть ниже, но, собственно, сейчас DAX уже торгуется выше открытия на текущий момент. Теперь тоже большой вопрос, сможет ли цена удержаться выше данных уровней, чтобы мы могли дальше говорить о продолжении как раз роста по данному активу. Соответственно, здесь будем наблюдать, сможет ли цена уйти выше и особенно выше как раз локальный максимум, который мы видели в пятницу. По S&P 500 открылись тоже чуть ниже закрытия пятницы, сейчас немножко подрастаем, по S&P общая динамика здесь пока сохраняется нисходящая, но будем смотреть, произойдет ли перелом в ближайшие несколько дней, чтобы уже говорить о продолжении роста более уверенно. Я также для себя, ну многие из наших слушателей знают, что я также для себя формирую портфель из акций, ссылочку как раз на данный канал я оставлю тоже в описании к этому видео. И сейчас я по моей стратегии, я каждый месяц покупаю по, по крайней мере, одной компании в свой портфель. Сейчас я жду, наверное, до последнего, когда рынок начнет восстанавливаться, потому что многие компании продолжают проседать, и мой портфель также просел, но так как это долгосрочный портфель, здесь в принципе это большого значения не имеет. Но чтобы купить акции по хорошей цене, как раз данные просадки, они являются этим как раз очень интересным моментом. Поэтому сейчас я жду завершения вот как раз данного снижения и куплю для себя как раз акции. Возможно, куплю их только уже непосредственно завтра, последний день месяца. Ну и говорить, если говорить о нефти, то здесь пока мы тоже видим небольшое снижение. По CFD на нефть марки Brent у нас продолжается также снижение. Пока мы не показали новый минимум, который был 25 июня, но пока туда же мы и движемся. Поэтому здесь по нефти тоже ожидаем определенную просадку. Собственно, сейчас месяц заканчивается довольно-таки смешанно. С одной стороны, да, мы довольно-таки быстро восстановились после тех снижений, которые мы видели в марте, но вторая волна коронавируса после как раз снятия локдауна она может дополнительно дать дополнительный негатив на текущий момент. Ну а мы с вами продолжим следить за текущей ситуацией и обсудим обязательно это в следующую среду. Всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится видео. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.